Друзья, приветик! Сегодня снова хочу поговорить о возможностях. Несмотря на то, что на данный момент границы закрыты, они закрыты не для всех. То есть в большинстве случаев границы закрыты для туристических целей. То есть если человек имеет другие намерения посещения той или иной страны, то есть возможность оформления въездной визы типа D. Одним из возможных вариантов въезда в Европу это обучение. Не только в Европу, между прочим, но сегодня мы в Европе. Это обучение, то есть обучение на долгосрочных языковых курсах, обучение в колледжах или же это высшее учебное заведение, университет. Сейчас я вам расскажу о том, как можно поступить в техникум в Польше, при этом с минимальными критериями для поступления. И самый важный момент, что это обучение является бесплатным. То есть вы получите профессию с последующим получением европейского диплома совершенно бесплатно. Что для этого вам потребуется? Для этого вам потребуется всего лишь сертификат об окончании 11 классов. Если же вы окончили 9 классов, то дополнительно у вас должен быть ПТУ, техникум или колледж или лицей. То есть в любом случае это должно быть 11 классов. Вам потребуется перевод данного документа на польский язык присяжным переводчикам. Ну и соответственно заявление о зачислении в ваш учебное заведение, такое как техникум. Здесь на территории Польши, это называется полициальной школы. Здесь минимум критериев. Знание языка не нужно, ни польского, ни английского. То есть здесь принимают иностранцев с любым уровнем, владением любого языка. При этом учебное заведение предоставляет совершенно бесплатные языковые курсы польского языка. То есть вы, как только вы поступите обучаться, вы сразу же начнете ходить на эти курсы и тем самым облегчите, скажем так, ваше обучение. То есть это уникальная возможность. Существует две формы обучения. Одна из них очная, другая заочная. А в случае, если вы обучаетесь на заочной форме обучения, там получается, вы учитесь всего 4 дня в месяц. То есть обучение происходит выходные через выходные. Это очень удобно, то есть это обучение можно сопоставить еще с чем-то. То есть если вы будете обучаться на каких-то дополнительных курсах, может быть языковых, может быть профильных, в том числе и работать. То есть это можно совмещать с работой. Также есть очное отделение. То есть вы, как студент, должны будете посещать 5 дней в неделю. То есть это также может подойти как уже зрелым людям. То есть возрастных ограничений никаких нет. Также и тем ученикам, студентам, которые только закончили школу и хотят пойти куда-то учиться для получения профессий. То есть это уникальная возможность. А сейчас расскажу немного о профессиях. Какие бывают? Этот список далеко не исчерпывающий. То есть все зависит от школы, от полициальной школы. Каждая школа имеет ряд своих вакансий. Основные вакансии это, например, техник-администратор. То есть вы можете работать в отеле, в клинике, в магазине. То есть в любом заведении вы можете работать с администратором. Также такая профессия разрешает и позволяет работать на государственных постах на территории Польши. Дальше есть такие профессии, например, как флорист, помощник стоматолога, техник БХП, техник компьютеровый. То есть это как IT-специалисты. То есть все, что связано с компьютерами, не углублялось очень сильно в эту профессию. Тем не менее, это что-то связанное с компьютерами. Фотографы, потом помощник стоматолога сказала. И очень много профессий связаны с бьюти-сферой. То есть это маникюр, это косметология и это парикмахеры. Основные профессии, по которым есть возможность обучаться бесплатно, как я уже сказала, что это не исчерпывающий круг профессии. Также еще есть возможность обучения на опекуна медичного. То есть это опекун медичный, это как сиделки. То есть можно присматривать как за пожилыми, так и за детьми. То есть тоже уникальная возможность. Самый важный момент, что вы можете оформить себе въездную визу типа D. Сейчас очень многие посольства страны открыты для оформления этой визы. Для этой визы долгосрочной. Польша одна из первых стран, которая разрешила студентам приезжать сюда и продолжать обучение. Вот в принципе основные критерии я рассказала. Обучение совершенно бесплатное. Вы можете самостоятельно искать эти школы в интернете. И единственный момент, какие-то школы позволяют зачисления, дистанционные какие-то нет. Но в нашей компании мы предоставляем такую услугу. То есть вам нужно будет сделать доверенность нашего специалиста, и мы поможем вам с зачислением в такую школу, поможем с выбором профессии. То есть если вам требуется наша помощь, вы можете оставить заявку на сайте, который будет указан на этом экране. Также пишите, пожалуйста, комментарии под вашим видео. Если вы уже учитесь в подобных школах, расскажите, пожалуйста, ваше мнение, ваши отзывы. Расскажите о вашей школе. Может быть, есть какие-то профессии, которые я не назвала. Я знаю, что я назвала буквально просто ряд профессий, которые мне известны. Я знаю, что их намного больше. Мы рады будем вам помочь и ответить на все ваши вопросы. Поэтому всем пока. Я с вами прощаюсь и жду ваших комментариев и, конечно же, лайков к этому видео.